Еще одно упражнение из гимнастики для мозга называется «Нокрюки». И здесь тоже для того, чтобы активизировать мозг на совместную работу обоих полушарий, это бывает нам нужно в творческой работе, скажем, в том, что вы и думаете, и реализуете, мы как бы замыкаем все конечности, причем стараемся их максимально скрестить. И вот Карл Ханнафорт, она заметила, что это дает активизацию именно такого совместной работы обоих полушарий. Смотрите, перекрещиваю в локтях, и потом мои ладошки соединяются в замок. То есть видите, как здесь много перекрестий, еще раз, в локтях, и соединяются в замок. Вот так делаю, еще и ноги могу вот так вот в два раза скрестить, или хотя бы один. И еще кончик языка замыкаю в точке за зубами. Вот так. И погружаюсь в себя, сижу в такой позиции где-то минутку. То есть просто отдыхаю, наслаждаюсь. Посидела минутку, меняю руки, то есть одна была сверху, теперь другая сверху. Меняю ноги и еще минутку всего. То есть я и отдыхаю, и одновременно с этим мои полушарии получают команду на то, чтобы работать вместе. Вот такое упражнение. То есть всего две минутки в сочетании с предыдущим упражнением по активизации тоже параллельно перекрестных процессов, заметно освежает голову, честно, попробовала насильно. Делайте. Делайте.